Одного забрали, двух подкинули. По словам директора приюта, вольеры здесь не пустуют никогда. Так 4-месячная Скай стала новогодним подарком. Маленького щенка нашли в канун праздника, 31 декабря, замерзающую в поле. Отогрели, отмыли, сделали прививки и поселили в домик. По соседству еще с несколькими десятками сородичей, с непростой судьбой. И при этом это не всегда дворняжки. У нас были лабрадоры, йорки, овчарки, таксы. Причины выкида животного на улицу, аллергия, переезд в другой город, просто стали ненужными. Заболело животное, сейчас, к сожалению, ветеринарные услуги очень дорого стоят. Зачем лечить животного? Просто можно выкинуть на улицу и забыть про него. На территории почти в гектар разместилось более полусотни вольеров, в которых проживает 170 собак. Приезд за два года при помощи волонтеров полностью оборудовали своими силами. Кормы по стилку приносят неравнодушные люди. Они же помогают и выгуливать собак. Но не совсем дела обстоят так гладко. Нас очень долгое время не могли подключить к электроэнергии. То есть вся бумажная волокита, которая обычно у нас бывает, затянулась примерно на два года. И вот, наконец, сейчас нам все сделали как надо, по всем нормам. Но, к сожалению, у нас за это время накопился долг, который своими силами мы погасить не можем. За два года приют задолжал 290 тысяч рублей. На краундфандинговой платформе волонтеры собрали уже более 215 тысяч. Осталось еще 75. Энергетики хоть и предложили рассрочку платежей, но каждый месяц счет за электричество только растет. Наталья Антонова, Сергей Мазилов. День события. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова